Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Авер Иворд, вы на канале Авер Гейминг. И сегодня мы продолжаем играя в замечательную группу по названию Transport Fever 2. Сегодня я продолжаю записывать ролики подряд. Думаю, что вы концовку этого ролика узнаёте. Итак, в прошлой серии, которую только что записал, мы закончили прокладывать саму железную дорогу для доставки коробок. Осталось только лишь приложить линии для доставки. Ну что ж, давайте этим прямо сейчас и займёмся. Смотрите-ка, нам тут вот рад, что коробки доставляются только в дубль. Теперь нужно проложить маршрут отсюда к... к сюда, да. Так. Не хочет что-то прокладываться пока что. Сейчас проложится. А, автосохранение, извиняюсь, не заметил сразу же. Так, почему не хочет сюда прокладываться? О, всё, проложился. Отлично. Вот тут вот мы загружаем. А там вот разгружаем. Отлично. Добавить маршрут. Прокладываем к доставку в Ишим. Такую вот. У нас там украинский флаг получился. Так. Тут доставляем в Ишим и разгружаем. Теперь нам нужно в... Не, не в Бииск, а в Каменск-Уральский, точно. Забыл. Теперь нужно вот сюда, сюда и вот сюда. Доставка произведена. Разгрузить и разгрузить. Всё, готово. Доставка коробок официально закончена. Только вот какие линии у нас тут вот ещё не заполнены. Получается, нам ещё нужно что провожить? Нужно ещё провожить доставку вот этой вот... Вот этого вот. Только этим мы займёмся чуточку позже. Осталось запустить поезда, наконец-таки. И будет официально всё закончено. С... С доставкой коробок. Как я этого уже долго ждал. Надеюсь, коробочки всё-таки будут доставляться. Потому что у меня что-то есть какие-то подозрения, что они могут ещё и не доставляться. То, что я могу где-то что-то запороть. Ну, ничего страшного. Так, сюда мы, получается, ставим. Сюда прокладываем, наконец-таки. Прокладываем вот сюда. Так, сюда он не провожится, как я понимаю. Но нам надо бы ещё вот сюда вот, как бы, провожить. Так. Опа. Новые R2. Это, получается, R2-T. Которая с квадратной кабиной. Давайте мы это самое... Ими мы займёмся в следующей серии. Также у меня, кстати, без записи добавились какие-то другие Икарусы 280-е. Не те, которые были, а какие-то другие. Мы ими тоже займёмся, но чуть-чуть позже. Только, блин, как бы мне вот тут вот та сделать-та? Получается, нам надо всё-таки снести вот этот вот путь. И вот от этого вот отсюда проложить вот сюда. И от этого проложить вот сюда. Всё, готово. Отлично. Теперь, по факту, для доставки коробок нам нужно только лишь поезда с однотипными вагонами. Добавляем Т-3. И грузовые вот эти вот вагоны. Где они там у нас? Вот, они, они очень далеко почему-то. Давайте поставим всё-таки по 8 вагонов. Купим таких поездов 3 штуки. Делаем техобслуживание им. Так, запускаем на линию... Вот эту, 63. На линию... На линию... 64. И на линию 65. Готово. Теперь коробки, по идее, должны доставляться, наконец-таки. А грузовыми доставками от вокзалов мы займёмся чуть позже, когда всё-таки доделаем доставку всех абсолютно грузов. То есть нам нужно ещё от вот этого вот завода доставлять сюда. Точнее, вот сюда. Где он? Вот тут вот. Так, получается, для этого нам нужно вот здесь вот построить, допустим, та... Давайте построим новую платформу, в принципе. Думаю, это не особо помешает. Вот тут вот мы уберём вот эти вот штуки. Поставим здесь вот... Получается... Так, давайте всё-таки поставим новый вокзал, грузовое здание. Вот такое вот сюда поставим. А вот эти вот посносим. Нет, не вокзал сносить надо, а вот это вот. Так, всё. И ставим вот здесь вот пути. Вот так вот вдоль максимально. Так, и ставим вот здесь платформы. Вот таким вот образом. Всё, готово. А теперь прокладываем пути. От этого пристыковываем к вот этому. Так, это можно закрыть, только, ну, блин, не к самому же пути надо пристыковывать. Точнее, ну, примерно так, но не совсем. Так, вот просто рядом, чтобы они шли. Всё, вот так. Теперь прокладываем рядом с вот этим вот путём, рядом с этой дорогой. И вот тут прокладываем. Вот здесь. Только мы вот здесь, наверное, чуточку отдалимся для того, чтобы обойти этот вокзал. И завести всё вот это вот дело, получается, куда там нам нужно доставлять это будет. В Ишем, но мы туда уже проложили. В Дугну мы тоже уже проложили. Только в Бийск мы не проложили. Единственный город, куда мы ещё не прокладывали этот путь. То есть, опять же, точно такая же проблема, то, что нам нужно провести всё это дело через вокзал. Поэтому всё это сносим. Я сейчас всё это настраиваю и возвращаюсь. Отлично. Всё готово. Пути полностью проложены. Осталось только лишь, опять же, проложить линии для доставки. Теперь нам нужно проложить вот отсюда сюда. А вот мы, получается... Так, всё, да, правильно. Так, вот здесь мы, получается, загружаем, а вот тут вот разгружаем. Новый маршрут 67-й. Доставка отсюда. Куда там нам нужно было, я уже позабывал. По-моему, в Дугну. Да. Отсюда. Отлично. Там вот мы загружаем. А тут на второй разгружаем. Добавить маршрут отсюда в Ишим. Отлично. Опять у нас получился украинский флаг. Как я люблю их прокладывать, получается. Непроизвольно. Добавить маршрут. И вот отсюда мы доставляем, наконец-таки, в Бийск. Отлично. Загрузить. И разгрузить. Готово. Теперь осталось только лишь запустить поезда, и будет у нас... По-моему, вот это самое быстрое, что мы вообще сделали в этой игре. Все это было, оказывается, очень и очень сложно сделать. Надо от этого вокзальчика проложить пути всего лишь так ко всем дорогам. Вот отсюда, вот сюда. И отсюда, сюда. Отсюда он не хочет, сюда. Значит, захочет. И сюда. Все отлично. Как-то нам нужны 4 состава с бочками. Только один у нас будет с большим количеством бочек. То есть 12 штук аж. Вот они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Купить одну штуку. Получается техобслуживание. И вот тут отсюда вот мы убираем 4 штуки и покупаем 3 состава таких вот. Делаем им техобслуживание. Этот вот мы запускаем на такую березовенькую линию. На вот эту. Этот мы запускаем на предпоследнюю. Этот на предпредпоследнюю. Вот на предпоследнюю. Да, отлично. И на самую последнюю вот этот вот. Сейчас пройдет опять же автосохранение. И мы посмотрим, правильно ли они все запустились. Выбираем фильтром вот эти вот составы. Получается тут 1, 1, 1 и 1. Все, готово. Теперь можем запускать время. И, собственно, смотреть, как эти поезда красиво выезжают. Я думаю, что скоро у нас появятся еще и более новые поезда. Вот так вот выезжает он красиво. Т-3. С огромным количеством бочек. Погудел еще нам тут. Ну ладно. Получается, вот этот он у нас доставляется. Остается всего лишь нам доставлять ключи. В Донской они, насколько я помню, уже доставляются. Правильно ведь или нет? А, кстати, с Атритикой я понял кое-что. Хотя нет, не понял. Или все-таки понял. Итак. А нет, все-таки они доставляются, доставляются. Что-то я тут уже зашибаюсь постоянно. Итак, нам нужно доставлять их в Бийск. В Донской они уже доставляются. И в Ангарск они еще не доставляются. Да, тут начиналось что-то прокладывать. Но не допроложил. Вот это будет от Ангарска довести сюда достаточно сложно. А вот в Бийск, как я предполагаю, будет тоже сложно. Неудивительно. Как бы нам тут, опять же, провести так грамотно и красиво? Надо. Тут, конечно, вообще уже все застроено так неприятно. Полностью все уже изрезано этими линиями грузовыми. Так что очень-очень это будет сложно. Итак, надо что-то придумать. Сюда вот это доставляется. Получается отсюда нам куда-то надо. В Ангарск. В Донской доставляется. Ну, только линии проложить. Давайте сюда. Отсюда все-таки начнем уже вводить. Наконец-таки. Может, лучше здесь все-таки все тоннелями просто проложить. И будет намного-намного легче. Хотя здесь, по-моему, тоннель так не сделаешь. Не успеет опуститься достаточно. А нет, все-таки смог. У меня все они смогут. Так, все, опустился. Отлично. Теперь, ой, вот он сам тоннелем решил проложиться. Он меня очень этим обрадовал. Прокладываем здесь вот рядом с этой его частью. Блин, здесь неудобно, некрасиво, плохо. Так, здесь вот мы, получается, тоже давайте опустим тоннелем. Сделаем все это дело. Все отлично. Вот. Отлично. Итак, и вот здесь вот мы ломаем все, получается. Потому что здесь вот я криво как-то все поставил. Конечно, все проложилось тоннелем у нас на этой линии. Но уже просто по-другому уже никак. Уж у нас и так здесь всего слишком-слишком много. Так, все готово. И, наконец-то, мы уже почти что закончим с грузовыми доставками. Все, да, вот доставляется. Оставилось только лишь ишем. Сюда для этого нам понадобится все-таки проложить, походу, новый маршрут. Хотя, может, мы и этим обойдемся. Давайте лучше одним тут обойдемся, а то уже как-то так себе прокладывать новый маршрут. Давайте сюда вот проложим. Сюда. И здесь вот сделаем мостик. У нас, собственно, другого выхода и нету. Так, осталось только вот придумать, как это все правильно сделать. По-моему, еще в какой-то из городов еще и кирпичи не доставляются. Я не помню, Раш, в какой. Ну, я честно не помню. Так, и сюда давайте тоже тоннелем сделаем. Под вот этим вот путем. Или мостиком. Может, так будет лучше. И вот здесь вот тоже надо мостиком. Значит, смотрите, давайте вот тут все мостиком сделаем. Блин, вот здесь мостик-то проложился, а вот тут вот переезд не проложился. Получается, нам придется немножечко здесь все поломать ненадолго. И проложить вот здесь вот все мостиком. Я сказал мостиком, наконец-таки. Вот ставим вот такой вот мост. Отлично. Отделаем его чуточку вбок, давайте. Хотя, блин, как-то вбок он не хочет вставать. Давайте все. Такой был шанс того, что он встанет именно вот так вот. Именно посреди пути. Ну ладно, давайте вот это вот мы все... И опять же, вот тут мы все снесем. Просто. Поставим здесь вот землю. Такой будет, типа, просто надземный проезд. Вот тут вот ломаем, ломаем. И вот тут вот тоже получается... Хотя нет, тут не надо было ломать. Ну ладно. Упустим этот момент. Вот сюда вот мы прокладываем. Тоже мостиком. Все отлично. Только вот тут вот мы ломаем вот посюда. Так, вот так, вот так и вот так. Нет, тут тоже надо сломать. И прокладываем здесь вот дорогу и ставим тут траву. Все, готово. И до Тангарска у нас тоже идет. Осталось только лишь вот здесь вот сделать дорогу. Я сказал дорогу сделать. Междугородню. Такую. Это вот так вот. И вот здесь вот мы ее прокладываем, ставим и все готово. Отлично. Теперь полностью у нас осталось только лишь проложить линии. Итак, осталось проложить линии. Прокладываем линии. Добавить маршрут. Сюда вот доставляется. Надо только лишь отсюда досюда проложить. Наконец-таки. Тут вот загрузить. Тут разгрузить. Добавить сюда в Ишем. По-моему, я тогда... Куда? Куда? Почему? Так, вот сюда. А, я понял. Я понял, извиняюсь. Вот здесь вот нам нужно сломать все это дело. И вот здесь вот сделать чуточку закругленным. Потом вот сюда вот проложить. Поднять все. Выбрать вот этот вот мост. Вот так вот поставить. И пристыковать вот сюда. Все, готово. Теперь вот этот вот ценоверная цискановка добавит станцию. И вот сюда ведем. Отлично. Вот здесь вот мы делаем загрузить. И на второй разгрузить. И осталось последний лишь маршрут проложить. В Биск. Сюда вот получается загрузить. А тут вот разгрузить. Давайте все-таки запускать наконец-таки наши поезда любимые. Давайте с этой стороны поставим вокзал. Постройки вокзал. Так, сюда. Пристыковываем и пути прокладываем вот сюда. Сюда. И от этого сюда. Все отлично. Почта, что нам осталось покупать поезда? Почта нам только лишь для доставки надо. Получается дизель. Двойной Т3. И нам нужны вот эти вот вагоны, насколько я помню. Да. Да. Доставка. Хотя нет, нам нужны наоборот вот эти вот вагоны для доставки. Видите, вот тут вот ключики. И делаем 8 вагонов. 6, 7, 8. И получается нужно 3 города. Поэтому покупаем 3 штуки. Делаем техобслуживание. И мы первый поезд мы запускаем на линию 70. Вторую на 71. И третий на 72. У нас тут добавился ЕМД новый. Это тоже американский электровоз. Но, как опять же я уже ранее много раз говорил, у нас советская железная дорога. Ну что ж, мы наконец-то закончили полностью с доставкой поездами всего, что нам тут требуется. В следующей серии мы будем заниматься доставкой всего от вокзалов к нужным частям города. А также заменим некоторые R2 на новые R2T квадратненькие. А на этом мы будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Ну а всем я желаю удачи. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok